Всем привет! Сегодня мы расскажем вам настоящий рецепт кимчи со свеклой по-корейски. Что для этого нам потребуется? Мы взяли 4 отварных свеклы, дальше порезали 1 лук и 1 зубочек чеснока. Пока мы сейчас будем нашу приправу замешивать, на сковородку, на огонь мы ставим сковородку и наливаем 50 мл подсолнечного масла. Вы можете оливковое, но главное, чтобы оно было без запаха. Так, все, теперь приступаем к замешиванию салата. Чеснок выкладываем, наш лук. Примерно получается 400 грамм свеклы отварной. Дальше соли, почти чайная ложечка. Уксусная кислота, именно эссенция, 70% чайная ложка. Больше не надо, потому что иначе будет сильно остро. Так, чайную ложечку неполную наливаем. Теперь секретный состав. Это кинза, он же молотый кориандр. Можете примерно полторы ложечки чайной бросить. Лотос. Это то, что вам навряд ли скажут какие-либо корейцы, к примеру, что они добавляют лотос. Лотос добавляем немножко, так как он имеет соленый вкус и он уже по себе соленый. И, соответственно, паприка. Паприку можно добавить где-то 2,5 ложечки чайной. И, соответственно, добавляем перец черный по вкусу. У нас как раз сейчас уже начинает подогреваться наше масло. Оно должно быть горячим. И добавляем острый перец красный чили. Также теперь обязательно в салат не забудьте пол чайной ложки сахара. Вот, пол чайной ложки сахара. Все, все наши приправы готовы. Теперь заливаем все кипящим маслом и даем нашему салату постоять часа 2. И потом уже, соответственно, можете подавать на стол. Все, сейчас заливаем маслом и наш салат готов. Как шипит ароматно, сразу вот и запах появился. Все аккуратно перемешиваем. Потом для украшения, хотите, кто-то добавляет грецкие орехи, но это по желанию. Так как этот салат и так по себе изумительно вкусный. Приятного аппетита, всех благ!